всем здорово это домашний канал летки мы продолжаем с вами проходить бесконечное лето и так продолжаем я надеюсь да мы продолжим с вами сегодня искать шуру короче он пропал там куда-то вот без вести и у нас там по моему одна короче локация еще мы не ходили в лес там не смотрели ну блин что-то мини прям подсказывает что будет что-то не очень хорошее но посмотрим итак сейчас мы в столовой сейчас по столовой столовая была битком остаться незамеченным не получилось меня окрикнула ольга дмитриевна семён иди к нам за четырехместным столом сидела вожатая славя и электроник я кинул головой отправился за обедом в этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди сегодняшнее меню мало чем отличалась от меню предыдущих дней но это в принципе можно было и не упоминать уже понятно что здесь как бы меню она постоянно в основном одно и то же по крайней мере по внешнему виду блюд когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита ольга дмитриевна сказала ну и что вы думаете о чем кашу реки уже обеда его все нет я подметил пушкинскую рифму но не стал акцентировать на этом внимание мы обыскали весь лагерь и обошел весь окрестный лес а электроник обошел лес значит значит мы не пойдем в лес получается или пойдем только дмитриевна посмотрела на меня и я помогал надо звонить милицию может хотя бы до вечера подождем лениво заметил я домой он поехал например не может быть шурик живет отсюда в тысячах километров ну так на поезде на ближайшей станции она замолчала лико а вот это было уже интересней да кстати про станцию никто ничего не говорил остался никто ничего не говорил здесь есть поезда как только разговор заходит о том как выбраться из совенка все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему далеко это сколько это много вожата посмотрел меня так что по ее виду можно было понять что дальнейшие распросы неуместны значит надо идти глубже в лес может он заблудился а но это славя говорила так что типа там таким тоненьким голоском у шурика всегда с собой компас вмешался разговор электроник интересно что еще можно найти в его чудо жилетки если она у него вообще есть небо компас вряд ли помог заплутая я в лесу и в милицию милицию вечером хотя бы не немедленно ну до вечера все замолчали еще далеко до вечера я в этом смысле а это обед я думал то ужин это обед а если она правда и если он правда пропал то нельзя медлить мы не можем пока этого знать но где он тогда где у вах вожата была доля истины довольно странно вот так прятаться целый день зачем ему это все-таки шурик показался мне вполне серьезным пионером а такое поведение больше подошел бы ульянки значит действительно было ли основание полагать что он пропал любом случае мы сделали все от нас зависящее теперь остается только ждать славе электроника ольга дмитриевна грустно смотрели на меня но ничего не сказали а чё они на него так грустно смотрели он то тут причем причем тут главный герой он тоже помогал он обошел 2 2 локации посмотрел да ну правда там делами какими-то не теми занял занимался но все же закончив обедать я отнес поднос на стол с грязной посуды и вышел из столовой еще даже не вторая половина дня чем будет заняться лагерь словно отходил к последнему сну только генда при пристально смотрел на меня из-под очков конечно взгляд его был направлен на что-то другое но мне казалось что он следит именно за мной наверняка он знает где куда пропал шурик только вот рассказать не может я задумался над исчезновением руководителя кибернетического кружка может быть она тоже как-то связано с моей ситуации а пионер а это секси бомба медсестра до врач главврач передо мной стояла медсестра я вопросительно посмотрел на нее посиди в медпункте за меня и нужно срочно отойти травму у кого-то я ты вот ключи и сестра кинула мне ключи и убежал почему именно я как будто больше некому и что конкретно я должен делать а если что-то случится но раз уж отказаться не успел то ничего не поделаешь а я стоял перед дверью в нерешительности с одной стороны ничего страшного посижу здесь полчасика она вернется а если кто-то действительно придет за помощью сломанной ногой или пробитой головой меня хватило нешуточное волнение наверное в этом лагере кроме ссадин и синяков никаких серьезных травм не бывает в то же время не давала мне покоя мысль случись что я окажусь беспомощным ведь я даже не представляю как правильно делать искусственное дыхание мое внимание привлёк журнал лежащую медсестры на столе да вы говорили здесь этот плакат короче для зрения такой забавный просто я кстати обращал внимание уже не первый раз на него так окей и вот этот я не понимаю что за плакат какого-то инопланетянина непонятно хороший способ отвлечься так но подглядывает правда неприлично чужие вещи но что делать нам же надо все-таки разгадать тайну почему мы здесь и вообще происходит наверное он назывался советская модница год и месяц издания и не указаны впрочем ничего удивительного здесь случается и более странные вещи а про советские журналы я знал всего лишь чуть более чем ничего может на них и не печатали дату выпуска для своего страницами осмотрели модели разряженные старомодные платья сейчас бы так точно не стали ходить я усмехнулся интересно например славе интересно например славе считает это модно представляю что было если бы она надела нечто подобное появилась моем времени вот иду я с ней под ручку в своем пальто и и с капюшоном на голове она в пышном платье трюшечками чечками а получается я уже представляю славю в моем мире вместе со мной и не только славе в это платье больше подойдет ульянки вот этот сарафанчик алисе а вот эта юбочка и кофточка лени действительно если бы эти девочки были реальными нет я видел их слышал их голос мог даже прикоснуться они все равно здесь а я я просто не принадлежу этому месту она для меня чужой я просто жду возможности выбраться отсюда ну потому что от меня уже ничего не зависит ждет ждет и ничего не предпринимает вечно не теми делами занимается я в так ну положу голову на стол и задремал я разбудил шум открывающийся двери на пороге стояла лена а медсестры нет это попозже зайду я за нее раз на меня возложена обязанность по лечению пионеров то и делаю надо подойти со всей ответственностью хотя на самом деле я наверное просто боялся что из-за меня что-то случится а что жалуетесь я постарался как можно аккуратнее улыбнуться чтобы не смутить ленту да ничего такого голова немного болит просто сейчас исправим что-нибудь обезболивающее и какие лекарства лежат я конечно же не знал поэтому процесс поиска занял порядком времени пошел я притону лени таблетку анальгина анальгин же помню до головы анальгин да 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 от головы но он блин он хорошо сажает корочком сердечко и помню еще что-то спасибо она улыбнулась это стало для меня неожиданностью я несколько выпал из реальности уставившись на нее что я на моментально смутилась слушай а вот интересно тебе понравилось бы такое не знаю что на меня нашло я схватил со стола журнала показал ту картинку где были нарисованы юбка и кофта которые как мне показалось больше всего подошли бы ей может быть из-за мысли об этой девочках и моем реальном мире у меня окончательно помутился рассудок может быть я хотел развлечься вместо того чтобы просто ждать возвращения медсестры и она посмотрела на рисунок да наверное а сейчас это модно наверное она смутилась и покраснела почему ты спрашиваешь действительно почему мне кажется на тебе это будет смотрелось прекрасно да просто так ну чё давайте по флиртуем спасибо да не за что я же правду говорю некоторое время мы молчали и голова лучше спасибо она улыбнулась я пойду удачи и она вышла я сел и принялся дальше листать журнал через некоторое время в двери постучали медпункт что-то медпункт что тут само посещаемое место я внезапно представил себя медсестрой это скорее медбратом ну да 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 строй как-то здесь неуместно и сказал войдите теперь открылась на порой дверь открылась на пороге стояла ульянка каких это пор ты стучишься а что нельзя она насупилась цепилась насупилась у меня проблемы с ударениями короче болит что-то а теперь я с какой стати рассказывать должна где медсестра перед тобой я вольяжно закинул ногу на ногу и упростительно посмотрел на нее тогда я пожалуй пойду лучше уж умереть чем лечиться у тебя она хитро улыбнулась ведь даже не про не пробовала у лена на мгновение задумалась хотя таблетки можешь и ты мне дать а что вас беспокоит она ответила не сразу сейчас жизнь в животе меньше конфет надо жрать короче а не пустота в голове обучила себе поднос чего ничего сейчас поищу первом же ящике нашелся покупка нож по нож по а в то время была нож по наверно было значит есть если здесь есть спасибо вам доктор она весело улыбнулась смотря на ульянку я никак не мог понять как такой жизнерадостный активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем а небось ворованных конфет обелась целую отравилась а давай давай-ка ее а не добра посмотрела на меня нет все тебе оставила у ленка убежала хлопнув дверью наверное не стоит оговорить на что я ж типа в шутку наверно я вновь углубился в изучении советских модных тенденций время что а медсестра так и не возвращалась поиска шурика я не участвовал разгадок с своего положения не искал просто сидел и листал журнал отличное просто занять на мгновение даже показалось что такая ситуация мне вполне меня вполне устраивает конце концов пока что все происходящее можно считать чем-то вроде отдыха в летнем лагере если ничего не изменится в ближайшее время тогда уж стоит и волноваться начинать 3 5 постучали сегодня эпидемия что ли какая-то коронавирус на пороге стояла славяк ой привет а медсестры нет и вес нет я за нее хорошо а мне бы на замялась что эти семен за вас лави внимательно посмотреть на меня что я тут недавно свои ключи кажется потеряла ты не видел и ведь еще как видел да вот я вчера их нашел в этой столовой хотел тебе отдать но забыл я брал очень неумело меня выдавал румянец на щеках бегущие глаза и не находящие себе места руки вот ловила ключа я уже был готов к любому местному в данной ситуации наказанию она лишь сказала спасибо так зачем приходила нужно было как можно быстрее сменить тему разговора что-то болит а нет ничего странно всегда такая открытая славя о чем-то умалчивает если что-то и говори меня сюда и посадили чтобы всех лечить я широко улыбнулся они то есть да но нет да но нет после этой фразы деление на ноль для меня стало реальностью ну так чем могу помочь и думаю ничем она улыбнулась и собралась уходить на вдруг остановилась может у нее там по женскому что-то да наверно хотя можешь выйти можешь выйти на минутку почему бы и нет хорошо я вышел смекнуто и прислонился к стене интересно что он на такое там делать что нельзя на это даже смотреть из минут открылась дверь и вышел славя мне в руках был какой-то небольшой пакетик кокаин кока кока спросить что это а что это такое ничего она покраснела спасибо тебе да не за что убежала а по-любому там кокс какой-нибудь кажется не стоило спрашивать мысли не стоило спрашивать я же должен знать что предмет имущества забрали я посмотрел на часы время уже близилось к вечеру журнал был прочитан то ли попереками сестра так и не возвращалась вдруг дверь распахнулась и медпункт бежала алиса но ее только не хватало здесь она пристально смотрела на меня а ты что здесь делаешь сижу честно признался я ну и ладно так даже лучше что медсестры нет роворонтала она заболела и хитро спросил я алиса не ответила дошла ко мне подвинься зачем чтобы я ящик смогла открыть очевидно же зачем это она разозлилась тебе какое дело но я тут вроде как исполняющая обязанность она задумалась дай мне тогда активированный уголь чё-то они там обожрались что живот болит да и хитро смехнулась она я почувствовал что что-то здесь не так отдать алисе убы но мало ли вдруг правда что-то болит ладно я полез в ящик вытащил оттуда упаковку кириному угля спасибо а вырвало ее у меня из рук и убежала окей до ужина оставалось минут 15 медсестра все не возвращалась наверное вот так уходить не дело уже она меня попросила и мало ли что случае случится когда я уйду хотя кому понадобится что-то отсюда воровать разве что алисе активированный уголь я вновь открыл журнал и принялся листать его по одному кругу а мода 80-х уже так и не забавляла как вначале несколько раз на меня накатывала зевота на часах было уже шесть а значит ужин начался конечно надо до конца нести службы не покидать пост ни при каких обстоятельствах но у меня но моего желудка похоже на этот счет существовало особое мнение я стал уверенно направился к выходу за дверью послышался какой-то шорох неужели опять кто-то отправился отравился сломал в руку или еще что похоже это же тяжело вздохнул и дернул за ручку однако снаружи никого не было кто все сушит может это шурик постоянно шуршит может реально подглядывает похоже просто показалось я вернулся внутрь и тут же заметил что медпункте что-то изменилось так погоди что изменилось а точнее на столе появилось яблоко а да ладно точно яблок откуда не могут же фрукты сами собой материализоваться из воздуха хотя в этом лагере возможно все скорее всего его кто-то просто сюда принес возможно лена в качестве благодарности ведь она такая стеснительная и но подождите как же она вот так прошла мимо меня действительно через окно может не станет же лена лезть в окно в конце концов значит здесь что-то другое у меня внезапно охватил страх а вдруг это яблоко отравлено ну да как сказки хотя зачем идти на такие ухищрения когда я здесь совершенно беспомощен и убить меня можно гораздо проще ли это яблоко которое вкусила ева в саду эдема но если убить знаешь проще там допустим ножом или чем-то будет кровищей дофига вот потом надо будет место преступления там до убирать душитель учета 7 будет сопротивляться и погром устроить здесь а яблоко чем откусил короче 100 раз всяких там это мне точно не стоит его есть уже секунду живот напомнил себе предательски заурча впрочем пока я закрою медпункт пока дойду до столовой пока возьму еду рынки желудка буквально прилипали к позвоночнику наверное и ничего страшного я еще раз попытался вспомнить не лежала ли это яблоко здесь раньше не лежал нет не было конце концов откуда-то оно взялось может быть залетела в окно да и так ровненько упала короче приземлилась на стол действительно ставня была немного приоткрыта значит его все-таки кто-то сюда положил получается ничего страшного нет хотя так съесть яблоко не не с ней мне не буду есть яблоко откуда оно взялось откуда я знаю может там блин на тыкали всякого всякой фигни короче его нет даже если предположить что это яблоко вполне обычно то не стоит есть немытые фрукты хотя бы так этой мыслью оправдал свои страхи отложил яблоко в сторону пора было выдвигаться на ужин по дороге меня догнал электроник как поиски шурика все так же и не расстраивайся найдется я пытался это подбодрить его уже столько вле и времени прошло пойду искать дальше а как же ужин это важнее комысленно изрек он на перекрестке наших дорог дороги разошлись и я пожелал ему удачи зря к столу и толпились пионеры я ускорил шаг чтобы хоть сегодня оказаться не последний и мне повезло вдалем углу остался полностью свободный столик я быстро взял еду и сел воде на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек фруктовый суп на ужин уже сладкий а ужин надо что-то такое чтобы чтобы наезд такой набор блюд меня весьма удивило после дегустации даже порадовал я принялся сосредоточенное есть лена давай сюда смотри ценных три стула и домой стояла лена и мику тут свободно поинтересовалась лена да садитесь лучше бы конечно она была одна спасибо только и успела сказать лена как у нее из-за спины появилась жизнь я сяду тут больше некуда не дождавшись моего ответа на подставила поднос на стол и села конечно располагайся грустно пропорчала себе поднос что ничего честно говоря я бы с удовольствием сократил эту компанию до одной лены но в то же время ни мику ни же не доставляли мне каких-то особых проблем на разве что говорю либо слишком другая мнительная но все равно они обе абсолютно безвредны по сравнению с некоторыми ой я ключ кажется забыла ничего страшного возьми мой я даже удивился что мику ограничилась такой короткой фразы а вы вместе живете да конечно а ты не знал вместе наш домик самый крайний то есть самый дальний от стола ну то есть самый последний я бы не удивился если бы узнал что лена живет со слави с женей на худой конец да хоть с электроника но молчаливая и застенчивая лена и не в меру слова охотливая мику это сюрприз нашли своего шурика странно что жене вообще волны чужие проблемы нет нибудь с деревни убежала сигаретами или за водкой она фыкнул деревню с этой секунды разговор начал живо меня интересовать кстати да есть железная дорога да ну типа про поезд что-то говорили теперь деревне интересно а что такого же не сделала удивленное лицо значит здесь есть поблизости деревня наверное зала на неуверенно я посмотрел на лену и мику но они были заняты едой и не обращали внимание на наш разговор то есть ты точно не знаешь да какое мне дело же не уставила себе в тарелку но че-то нет она она проболталась по-любому есть что-то здесь же должны быть какие-то населенные пункты поблизости слушай лучше не знаю я дай спокойно поесть похоже больше от нее ничего не добиться хотя может быть она правда не знает я старше все время пришлось слушать как мику говорит о каких-то малозначительных вещах тихо с уходить с ума так что выйдя на улицу я вздохнул с облегчением он уже садилась можно немного прогуляться вряд ли сам найду какое-то занятие на вечер а так может что интересное подвернется ну че-то взорвалось походя к площади услышал сильный хлопок а ну да наверное похоже что-то взорвалось а реально что-то взорвалось я словно парализовал я нахожусь в враждебной среде неизвестно что там и как лучше бежать но в то же время интересно наверное я бы так и стоял здесь если бы кто-то не схватил меня за руку это была ольга дмитриевна чего стоишь пойдем разберемся что там произошло а без меня никак жалко смолился я ничего там страшного не должна быть идеи когда мы вышли на площадь там уже столпились пионер ольга дмитриевна решительно расталкивая всех подошла к месту преступления судя по всему взрыва легенду да ладно но злоумышленников ничего не вышло памятник стоял лишь на педестале были видны еле заметные следы копоти погоди каждая заходила в медпункт и брала короче какие-то лекарства он типа активированный уголь да там ножку там вся фигня может для взрывчатки вполне же возможно вполне никто это сделал она глядела толпу пионеров понятно что это не был террористический акт совершенные группы лиц по предварительному сговор они все просто пришли сюда посмотреть что произошло вот я увидел ульяну и алису вот эти данные по-любому они как учат эти проказницы чем замутили допудово похоже заметила их и вожатая при двое ко мне она запротестовал они запросто за протестовали но все же подошли что сразу я если вы считаете бачевская покажи-ка руки а а что с ними не так я пригляделся увидел что руки алисы измазаны чем-то черным теперь понятно из чего бы вы делала юная террористка кажется раздумывала сознаваться или нет но потом гордо выполнила активированный уголь селитра и сера почему именно памятник чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек борец за права уголь кстати он не дал она показала пальцы в мою сторону тут же вся толпа уставилась на меня мысли о том что такой маленькой бомбочке памятник не взорвать и лучше бы и выбрать для своего теракта более подходящий объект сразу же вылетели у меня из головы она украла я тут ни при чем даже если и дал я уверен что смен не стал бы участвовать столь омерзительном антиобщественном акте да да именно подтвердил я не знаю насколько бы она еще продолжала отчитывать алису но на площадь выбежал электроники закричал нашел нашел и повернулись его сторону руки он держал ботинок вот электроник победоносно потряс им над головой это ботинок шурика так успокойся расскажи подробнее где ты его нашел в лесу на тропинке в старый лагерь по ряда прошел какой-то шепот старый лагерь старый лагерь и уверен абсолютно что такое в этом старом лагерь мешался я разговор ничего такого на самом деле она запнулась одна из легенд совенка гласит что там живет привидение молодой вожатой которая влюбилась пионера но не найдя взаимности покончила с собой ни хрена себе здесь такой поворот а ни хрена себе делали харакири кухонным ножом мальчика этого на следующий день сбил автобус у яда выбежала из толпы автобус или удержался чтобы не спросить о номере маршрута наука не допускает существование привидений поэтому опасаться там нечем все равно кто-то должен туда пойти ряды пионеров внезапно начали редеть пока дмитрий на ночь уже ольга дмитриевна ночь уже почти может завтра я обеднулся увидел славе следу а если ночью ночью с ними что-нибудь случится нет сегодня сейчас кстати а где это электроник примерно объяснил дорогу про историю старого лагеря вожатая пристально посмотрела на меня если вы думаете что я ты один здесь остался из мужчин я глядел площадь и правда ведь электроник куда-то слился слинял слился слился да слился однако мне все равно совершенно не хотелось ночью в одиночестве слоняться по лесу если бы можно было бы выбирать я бы пошел с алисы пошел со славой пошел с ульяной пошел с леной пошел один так погоди с алисы точно нет я с алисы не хочу она блин жми там кокоши пошел бы со славей славю блин а мы туда пойдем с ульяной с леной ульяной тоже нет ну с лену лену тоже как-то подвергать опасности не охота пошел бы один давай пошел бы я же не пойду туда один пока дмитрина призадумалась пожалуй ты прав тогда завтра сута пойдем все вместе мы постояли некоторое время молча и разбрелись кто куда болезни же ее теракты все как будто забыли может быть сыграло свою роль то что ущерб он нанес незначительный с вожатой направился в сторону ее домика меня никак из головы не уходила мысль о том что мог шурик делать старому лагерь он увлекался роботами и кибернетикой они страшными историями привидениями причем тут ботинок некоторое время назад я решил занять выжидательную позицию пока что-нибудь не случится и сейчас до меня дошло что вот она ольга дмитриевна я пожалуй прогуляюсь перед сном немного ладно только недолго хорошо дойдя до площади я понял что ночью шляться по лесу заброшенную заброшенном лагере и черти где еще может быть и не так страшно делать это в темноте возвращаться в домик дмитриевны мне совсем не хотелось фонарик достать было необходимо например медпункте как же хорошо что этом и только читал журнал мод фонарик действительно нашелся и через пару минут я уже вновь стоял на площади собираясь с силами не осталось только принять последнее волевое решение отправиться в лес мимо домиков пионеров по лесной тропинке и заброшенному лагеря окей друзья ладно оставим интересное на следующую серию а пойдем домик в домик в старый лагерь короче к привидениям следующей серии вот эту серию я буду заканчивать кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте и в инстаграм тоже ссылочку на прохождение плейлиста я оставлю под видео и с вами был валерий всем пока спасибо за просмотр! и Субтитры сделал DimaTorzok